Здравствуйте! Меня зовут Дулов Евгений Николаевич, доцент кафедры физики твердого тела Института физики. Тема сегодняшнего занятия — это взаимодействие нейтронов с веществом. Нейтроны — это нейтральные частицы, которые взаимодействуют с веществом в основном посредством ядерных сил. И по этой причине нам необходимо для того, чтобы подробно рассмотреть взаимодействие нейтронов с веществом, нужно рассмотреть ядерные реакции в целом. Что понимается под ядерной реакцией? На слайде показано несколько уравнений, которыми мы можем записать ядерную реакцию. На них можно видеть, что частица А маленькая взаимодействует с частицей-мишенью А большое. При этом частица А большое превращается в частицу В большое, и возникают частицы-продукты реакции В, С и так далее. Ядерная реакция может протекать различными способами, которые называются каналами ядерной реакции. И общепринятое выражение, которым мы можем записать, краткое выражение, которым мы можем обозначить один канал ядерной реакции, показано внизу слайда. Под частицей А большое может подниматься не только ядро, но также и другая частица. На слайде показаны примеры ядерных реакций и сокращенные формы записи для этих ядерных реакций. И здесь можно видеть, что в первой реакции взаимодействия протона с ядром лития мы в продуктах реакции не можем выделить тяжелого ядра мишени. Получаются два ядра гелия, две альфа-частицы. Во второй реакции в качестве частицы мишени А выступает протон. Нейтрон, взаимодействуя с протоном, образует ядро дейтерия, дейтон. И частицей, продуктом реакции, является гамма-квант. Пример ядерной реакции, протекающей по различным каналам, показан на следующем слайде. Взаимодействие протонов с ядрами лития может приводить к различным процессам, среди которых можно выделить упругий канал. Это канал упругого рассеяния протонов на ядрах лития без изменения кинетической энергии протонов. Второй канал — это неупругое рассеяние. В записи ядерной реакции ядро лития обозначено индексом звездочка. Этот индекс означает, что мы получаем ядро в изомерном состоянии, в возбужденном состоянии. При этом энергия возбуждения, ядер, это общее свойство, она довольно заметна на фоне энергии покоя самого ядра, и поэтому в ядерной физике принято выделять изомерное состояние ядер. Индексом звездочка обозначено такое состояние — изомерное. Что интересует исследователей, когда они работают с ядерными реакциями? Интересует соотношение вероятности протекания реакции по различным каналам, энергетическое и угловое распределение вылетающих частиц. При этом угловое распределение вылетающих частиц может быть различным для различных групп энергий вылетающих частиц. Интересует зависимость всех перечисленных параметров от энергии на летающих частиц, а также зависимость от прочих параметров частиц, например, от их спиновой поляризации. Качественно ядерные реакции можно разделить на два типа. По механизму их протекания — это ядерные реакции с образованием составного или промежуточного ядра, а также ядерные реакции, протекающие по прямому механизму. Необычно протекают ядерные реакции на медленных нейтронах. Нейтроны взаимодействуют с ядрами, и при этом это обнаружилось на ранних этапах исследования нейтронов. Взаимодействуют они с веществом необычно. Вот в каком смысле. Если мы смотрим за угловым распределением продуктов реакции, мы видим изотропное распределение, то есть выглядит все так, словно бы ядро, которое образовалось в результате захвата нейтрона, забывает направление, откуда пришел налетевший нейтрон. Реакции с нейтронами имеют выраженный резонансный характер в области энергии от 1 до 1000 электрон-вольт. Границы довольно условные, то есть правая граница, например, ее можно обозначить как диапазон от 1000 электрон-вольт до 10000 электрон-вольт. И резонансы продлеваются, распространяются также и иногда в область малых энергий, вплоть до тепловых энергий нейтронов. Резонансы необычны тем, что сечение взаимодействия нейтронов с ядрами в области резонансных нейтронов, их так и называют резонансные нейтроны, может достигать очень больших значений, которые на два порядка превосходят геометрическое сечение ядра. Так, скажем, для ядер урана сечение образования составного ядра для 235 или 238 изотопа может достигать значений 10 тысяч барн. Напомню, что один барн — это геометрическое сечение тяжелого ядра, то есть как раз ядра урана. Резонансы располагаются друг относительно друга в таком условном порядке. Расстояние между двумя соседними резонансами варьируется в диапазоне от 1 до 10 электрон-вольт, а ширины резонансов составляют величину от 1,1 до 1 электрон-вольта. В области энергии нейтронов, начиная с тепловых энергий, 25 миллиэлектрон-вольт и ниже, наблюдается монотонное возрастание сечения взаимодействия с уменьшением энергии налетающих нейтронов. Это возрастание монотонное описывается эмпирическим законом или правилом ферме, правилом обратных скоростей. В области от 1 до 10 килоэлектрон-вольт резонансы начинают располагаться все ближе и ближе друг к другу, ширины резонансов увеличиваются, и в конце концов они сливаются, образуя более-менее монотонную убывающую зависимость. В среднем монотонную убывающую зависимость сечения образования составного ядра от энергии нейтрона. На слайде показан пример области, часть области резонансных нейтронов на примере рассеяния нейтронов на 238-м изотопе урана. Видны резонансы, видны большие величины сечения взаимодействия, больше 100 барн, то есть это уже больше 100 поперечных геометрических сечений ядра урана. И также прошу обратить внимание, что по оси Y у нас логарифмическая шкала. Наличие резонансов на графике зависимости сечения от энергии можно объяснить следующим образом. В результате взаимодействия нейтронов с ядрами образуется составное ядро, которое имеет дискретный спектр возбуждений. То есть резонансы представляют собой одночастичное возбуждение составного ядра. Под составным ядром понимается ядро, захватившее нейтрон, то есть с числом Н большое, с числом нейтронов на 1 большее. Вот пример зависимости сигма от Е в отношении реакции деления для двух изотопов урана. Это 235-й изотоп урана и 238-й изотоп урана. В области малых энергий можно видеть монотонное возрастание сечения с уменьшением энергии. Здесь работает правило обратных скоростей ферми. В области резонансных нейтронов виден частокол резонансов, которые в правой части этой области начинают сливаться и в итоге слившиеся резонансы дают в конце концов среднем монотонно убывающую зависимость. Реакция деления 235-го изотопа урана под действием нейтронов, она происходит, она не пороговая, она происходит при любых энергиях на летающих нейтронов. В отличие от 235-го изотопа, 238-й изотоп урана требует наличие у нейтрона пороговой энергии примерно 1,1 мегаэлектронвольта для того, чтобы ядро начинало делиться. То есть привнесенной энергии недостаточно для мгновенного деления ядра. По этой причине график зависимости сигма от Е для 238-го изотопа в отношении реакции деления он нулевой до энергии 1,1 мегаэлектронвольт, а затем мы видим возрастание сечения реакции. Различные варианты для различных ядер зависимости сигма от Е показаны на следующих слайдах. Самое важное, что здесь следует отметить, это индивидуальный характер взаимодействия нейтронов с различными ядрами, индивидуальное расположение резонансов, которое в чем-то напоминает уникальную структуру атомных уровней энергии. И по этой причине ядра, взаимодействующие с нейтронами, они не имеют какой-то однозначной зависимости, в среднем монотонной зависимости, скажем, от зарядового числа ядра, как это имеет место в рентгеновской спектроскопии, в рентгеновской, ну, при взаимодействии рентгеновского излучения с веществом. Еще несколько вариантов. Видно разное расположение резонансов, которые иногда попадают в область тепловых нейтронов. Под тепловыми, напомню, понимаются нейтроны, имеющие кинетическую энергию, сравнимую с энергией теплового движения частиц при комнатной температуре при 300 кельвинах. И такие тепловые нейтроны имеют энергию около 25 миллиэлектрон вольт. И, что важно, как и любые другие частицы, нейтроны проявляют волновые свойства, и Дебройлевская длина волны для тепловых нейтронов, она равняется 1,8 ангстрем, что практически идеально совпадает с требованиями метода нейтронной дифракции. То есть мы можем использовать тепловые нейтроны для того, чтобы, подобно тому, как это делается в рентгеноструктурном анализе, мы можем использовать нейтроны для изучения периодических атомных структур, кристаллических структур. Но важно отметить, что сечение взаимодействия, нейтроны взаимодействуют преимущественно с ядрами, с электронными оболочками они могут взаимодействовать только посредством малого магнитного момента, который имеет нейтрон, порядка ядерного магнитона. И взаимодействие с ядрами, оно необычно в том смысле, что сечение рассеяния, скажем, на протонах может намного превышать сечение рассеяния на тяжелых ядрах. Составное ядро. Модель составного ядра. Что это такое? Что мы можем сказать, если принимаем на веру гипотезу о том, что график зависимости σ от Е в области резонансов отражает схему одночастичных возбуждений ядра составного, которое получилось захватом нейтрона. Мы можем, используя соотношение неопределенности Гейзенберга, энергия-время, оценить время жизни составного ядра. И если мы такую оценку выполним, подставив значение ширин резонанса в диапазоне от одной десятой до одного электрон-вольта, мы получим, что время жизни составного ядра лежит в диапазоне 10-14 и 10-15 секунд. Это время малое по человеческим меркам, тем не менее оно очень большое по меркам характерного ядерного времени. Под характерным ядерным временем понимается время пролета нейтрона через ядро, которое не может быть меньше определенного значения. Почему? Потому что нейтрон, попадая в область действия ядерных сил, разгоняется под действием этих ядерных сил, приобретает кинетическую энергию в составе ядра, отсчитанную от дна потенциальной ямы, которыми описываются ядерные силы, примерно 40 мегаэлектрон-вольт. Это глубина ядерного потенциала или интенсивность действия ядерных сил. Часто приводит эту характеристику вот в таком контексте. Нейтрон, разогнанный до скоростей, соответствующих кинетической энергии 40 мегаэлектрон-вольт, пролетает ядро за время порядка 10-21-20-22 секунды. Это и есть характерное ядерное время. Если мы сравним характерное ядерное время с временем жизни ядра, то мы получим разницу где-то 7-8 порядков величины, что примерно соответствует разнице временных промежутков 1 секунда и 1 год. Мы можем, зная время жизни составного ядра, ввести такую характеристику в рассмотрение вероятность распада составного ядра в единицу времени. Она показана нижней формулой на слайде. Эта вероятность оказывается пропорциональной ширине канала реакции. Под шириной канала реакции понимают ширину соответствующего резонанса. Прошу прощения, здесь имеется в виду полная ширина, ширина образования составного ядра. Что это означает? Связь между вероятностью распада в единицу времени и шириной резонанса. Она означает, что мы можем использовать энергетические величины в качестве внесистемных для измерения, для указания вероятности распада составного ядра, а также для указания вероятностей протекания ядерной реакции по различным каналам. Это демонстрируется на следующем слайде. Если мы вероятность распада в единицу времени, вероятность распада составного ядра в единицу времени рассмотрим как сумму парциальных кладов упругого, неупругого рассеяния, реакции с выбиванием альфа-частицы, деления и так далее, то, используя пропорциональность омега и г большое, мы можем записать аналогичное соотношение между полной шириной реакции г и парциальными ширинами, которые соответствуют отдельным каналам протекания ядерной реакции. Это общепринятая терминология для реакции взаимодействия нейтронов с веществом, с ядрами. Следующая характеристика, которая вводится на основе парциальных ширин, это отношение парциальной ширины к полной ширине, то есть отношение вероятности протекания реакции по какому-либо каналу к вероятности распада ядра составного в целом, и это называется относительной шириной реакции, обозначается символом ню. Как мы можем объяснить существование составного ядра? Каким образом ядро, захватившее нейтрон, и, следовательно, этот нейтрон имеет энергию в составе ядра большую, чем энергию отделения нуклона? Каким образом такой нуклон вообще может образовывать связанное состояние с ядром? Почему возникает набор одночастичных возбуждений для составного ядра? В атомной физике аналога для этого эффекта нет. И почему вот в этом наша задача? Выяснить, почему в ядерной физике появляется такой эффект? Сначала решим вспомогательную задачу. Задачу об абстрактной квантовой системе, которая характеризуется спектром энергетических состояний, как показано на слайде. Это эквидистантный набор уровней энергии, которые имеют ширину g. Ну, пока нас не интересует ширина уровня, мы рассмотрим поведение такой квантовой системы, которая описывается эквидистантной системой уровней. Мы отвлекаемся от ядра и решаем абстрактную квантово-механическую задачу. В квантовой механике известно, что стационарные состояния имеют в своем описании в составе волновой функции экспоненциально, такой вот экспоненциальный множитель осциллирующего времени, вида экспонентов степени иоми гт. И если мы запишем волновые функции, зависящие от времени, через координатные волновые функции для каждого из состояний на фрагменте слева, то мы можем таким образом, не вдаваясь в подробности, как выглядит координатная волновая функция, координатная часть волновой функции. Мы можем скомбинировать волновую функцию такой квантовой системы с эквидистантной системой уровней в виде линейной комбинации волновых функций, соответствующих чистым состоянием 0, 1, 2 и так далее. И это будет описание квантовой системы, находящейся в суперпозиции состояний. Что мы из этого можем извлечь? Мы можем извлечь следующее. Если мы запишем волновую функцию системы частиц, находящейся в суперпозиции состояний, мы увидим, что начальная конфигурация нуклонов, которая представляет собой распределение заселенности по различным чистым состояниям, она периодическая во времени, то есть она воспроизводится спустя период времени t, и этот период мы можем найти, зная расстояние между уровнями энергии. Вот выделенная формула показывает найденный период. Для чего мы это делаем? Здесь нужно упомянуть исторически первую гипотезу, гипотезу Бора, которая объясняла закономерности, частично объясняла закономерности реакций на нейтронах. Бор предположил, что нейтрон, взаимодействуя с ядром, передает нуклоном ядра свою кинетическую энергию. Эта энергия перераспределяется между отдельными нуклонами ядра, а затем случайным образом, подобно процессам в газах, происходит перераспределение энергии и концентрация случайным образом на одном нуклоне или на группе нуклонов. По этой причине мы имеем различные каналы ядерных реакций, и обратите внимание, что по Бору относительные ширины каналов не должны зависеть от того, каким образом составное ядро было образовано. Но модель Бора, к сожалению, никак не объясняет существование резонансов, и в состоянии полноценно объяснить существование резонансов может только квантовая теория. Итак, мы рассмотрели воспроизводимость начальной конфигурации нуклонов, и эта воспроизводимость коррелирует с исходной идеей Бора о перераспределении энергии между нуклонами. Только на языке квантовой механики это оказывается не случайный процесс, а периодический повторяющийся процесс. Время жизни составного ядра, каким образом мы его можем попробовать найти? Мы можем использовать найденное нами значение периода воспроизведения начальной конфигурации нуклонов в квантовой системе с эквидистантной системой уровня энергии. И, кроме того, нам нужно учесть еще один эффект для того, чтобы объяснить наблюдаемые в эксперименте времена жизни составных ядер. Для этого нам нужно учесть эффект прохождения потенциальной ступеньки. Квантовый эффект, который мы рассмотрим на примере вот такой одномерной квантовой задачи. Представьте себе, что у нас есть потенциальный барьер. Этот барьер сформирован ядерными силами, то есть силами междууклонного притяжения. Область 1 — это ядро. И в области 1 движется, начинает свое движение нейтрон, взаимодействует с границей ядра. И если мы не будем использовать квантовую механику, мы сразу можем дать ответ, как будет происходить это взаимодействие. Если энергии у нейтрона достаточно, то он гарантированно преодолеет потенциальную ступеньку. В квантовой механике возникают существенные отличия, в особенности, когда кинетическая энергия свободного нейтрона, кинетическая энергия, отсчитанная от уровня вакуума, то есть в области 2. Если эта величина много меньше, чем высота потенциальной ступеньки, мы наблюдаем такой квантовый механический эффект, при котором частица имеет довольно значительную вероятность отразиться от потенциальной ступеньки. В чем-то можно провести аналогию с туннельным эффектом, который с точки зрения классической физики невозможен, но в квантовой физике мы можем рассчитать вероятность прохождения, скажем, альфа-частиции через потенциальный барьер, сформированный ядерными силами и силами кулоновского расталкивания, и таким образом прийти к теории Гамова, объясняющей альфа-распад. Вот здесь нечто похожее. Причем для процесса прохождения потенциальной ступеньки, квантово-механического процесса, есть простая оптическая аналогия. Это прохождение светом границы раздела двух сред. Для того, чтобы описать прохождение светом границы раздела двух сред, нам нужно выполнить сшивку уравнений Максвелла на границе раздела двух сред. То есть мы должны не допустить уходящих в бесконечность плотностей энергии магнитного и электрического поля, и при этом мы получаем конечную вероятность отражения световой волны от границы раздела двух сред. Так это делается в оптике. В квантовой механике наблюдается нечто похожее. Вот здесь мы вводим в описание волновые числа и плоские волны, которые описывают частицу в области 1 и в области 2. В области 1 существует падающая и отраженная волна, волна, соответствующая нейтрону. В области 2 есть только прошедший нейтрон, то есть ему не от чего отражаться, поэтому мы записываем волновую функцию вышедшего нейтрона в виде плоской волны с каким-то множителем. Вы можете видеть, что в качестве амплитуды падающей волны мы взяли единичку, то есть мы пока не заботимся об условиях нормировки. И они нам на самом деле не нужны. Что получается из такого описания нейтрона с помощью плоских волн? Получается следующее. Для того, чтобы не допустить бесконечных уходов в бесконечность значений импульса и потока частиц, мы вынуждены записать условия сшивки общепринятые, условия непрерывности для волновой функции и условия непрерывности для ее первой производной. Вот они записаны на слайде в виде системы уравнений. И в качестве начала отчета для координатной оси x нашей одномерной задачи мы выбрали, конечно же, границу потенциального барьера. Что мы получаем? Мы получаем условия, которые накладываются на амплитуды волновых функций, на амплитуды плоских волн. И из этого условия мы можем получить, скажем, альфа, амплитуду отраженной волны, выразить ее через волновые числа в области 1 и в области 2. Ну а если мы знаем амплитуду отраженной волны, значит мы можем найти и амплитуду прошедшей волны. То есть мы можем найти ядерный коэффициент прохождения, d-ядерное, d с индексом я. Это и есть вероятность того, что нейтрон преодолеет потенциальную ступеньку и выйдет из ядра. Что получается в результате? Ну, кроме того, что мы рассматриваем два эффекта, это воспроизводимость начальной конфигурации наклонов и эффект прохождения потенциальной ступеньки, мы должны также учесть еще следующее. Нейтрон — это делокализованная частица, и для нейтронов малых энергий мы этим пренебрегать не можем. Как мы можем учесть конечный размер волновой функции или волнового пакета, которым описывается нейтрон? Ну, это можно сделать с помощью соотношения Дебройля. То есть мы можем оценить дебройлевскую длину волны нейтрона и затем представить себе нейтрон как частицу, делокализованную в области с линейными размерами порядка Дебройлевской длины волны. И таким образом мы можем ввести в рассмотрение поперечное сечение самого нейтрона. Кстати, именно с ним и связаны огромные значения для значения сечения взаимодействия на графике сигма от е, а вовсе не со свойствами ядер. Это связано со свойствами самих нейтронов. Если мы выполним приближенные вычисления, то есть положим, что k у нас много меньше, чем k нулевое, то мы получим правило обратных скоростей ферми. Оно записано самой последней формулой на слайде, самой нижней формулой. То есть наша теория дает первый результат. Это правило обратных скоростей ферми. Следующий шаг, который нам нужно сделать, ну, нужно отметить следующее, что мы, во-первых, мы объяснили наличие дискретных уровней энергии таким неявным образом. Если нейтрон, попадая в ядро, не может из него сразу выйти, если он периодически отражается от границы потенциального барьера, это значит, что его движение становится, ну, почти фенитным или, как говорят, квазифенитным. Вот. И такое квазифенитное движение, оно приводит в итоге к эффекту квантования состояний нейтронов, которые при этом характеризуются уровнями конечной ширины. Почему возникают уровни конечной ширины и как, с чем мы эту ширину можем связать? На слайде показана формула, которая представляет волновую функцию такого квазистационарного состояния, как произведение волновой функции стационарного состояния на экспоненциально убывающий во времени множитель. Как мы можем получить такое описание? Если мы представим, что вероятность в двухуровневой квантовой системе, вероятность перехода с верхнего уровня, одночастичного перехода на нижний уровень, если мы положим, что она не зависит от времени, то есть неважно, какой мы промежуток времени рассматриваем, какой именно момент времени, эта вероятность будет определяться исключительно длительностью промежутка времени. И в этом смысле распад в двухуровневой квантовой системе будет очень напоминать радиоактивный распад, распад ядер, который будет описываться тем же самым законом радиоактивного распада. И учитывая смысл, копенгагенскую интерпретацию волновой функции, что это вероятность обнаружить квантовую систему вот в таком вот состоянии, мы можем записать осциллирующий множитель, ну а поскольку вероятность это квадрат комплексной амплитуды, которая задается волновой функции, вы можете видеть сразу же в экспоненциальном временном множителе вещественном, вы можете видеть гамма пополам, а не гамма, для того чтобы при возведении в квадрат мы получили аналог постоянной распада. Рассмотрим теперь зависящую от времени часть волновой функции, как она выглядит и что мы можем с ней сделать. Мы можем использовать разложение в ряд Фурье для того, чтобы представить себе любую зависящую от времени функцию в виде суперпозиции одиночных гармоник. Для квантово-механического рассмотрения в нашей задаче это означает, что мы квазистационарное состояние опишем на языке суперпозиции одиночных стационарных состояний. Вот сделаем это. Преобразование Фурье записано формулой внизу слайда. В результате преобразования Фурье мы получаем огибающую для плотности стационарных состояний, с помощью которых мы описываем наше квазистационарное состояние в виде функции Каши или функции Лоренца. Это известная в спектроскопии функция, которая, кстати, получается и в классической физике электродинамики из рассмотрения затухающих колебаний. То есть это просто спектр затухающих колебаний. Итак, мы можем теперь сказать, что вероятность образования составного ядра будет пропорциональна не только поперечному сечению самого нейтрона, который задается длиной волны Дебройля, не только д-ядерная коэффициентом прохождения потенциальной ступеньки, не только периодичностью воспроизводимости начальной конфигурации нуклонов, но также еще и плотностью одночастичных стационарных состояний, которым соответствует квазистационарное состояние. То есть нуклон охотно занимает место, если оно есть. Если количество таких мест больше, как раз плотность состояний, и показывает нам сколько одиночных состояний приходится на интервал энергии, тем охотнее нейтрон занимает место. Что получается в результате комбинации всех этих факторов? Мы получаем то, что называется формулой Брейта-Вигнера. Результат показан на слайде на двух графиках. Справа показан на фрагменте одиночный резонанс, имеющий ширину g, а в левой части показана окрестность этого одиночного резонанса, и показана асимптотика при устремлении энергии нейтронов к нулю. То есть правило обратных скоростей, оно не исчезает, если мы учитываем плотность состояний ρ от e. Она также остается, она будет результатом предельного перехода, когда мы энергию нейтронов устремляем к нулю. Но важно отметить, что в формуле Брейта-Вигнера, в модели составного ядра, сама формула Брейта-Вигнера задает нам только один-единственный резонанс. Важно это понимать, то есть формула Брейта-Вигнера не дает исчерпывающего описания зависимости σ от e. Сама формула показана на слайде. Результат комбинации всех вышеупомянутых факторов. Здесь для оценки вероятности прохождения потенциальной ступеньки используется ширина парциальная для канала упругого рассеяния нейтронов. То есть можно показать, что доядерная оказывается пропорционально ширине канала рассеяния. И итоговая формула, как вы видите, содержит в себе и формула Каши, спектральный пик Лоренца и Добролевскую длину волны падающего нейтрона, которая вообще-то тоже зависит от энергии налетающего нейтрона e. И положение резонанса и полную ширину образования составного ядра. Как мы можем проверить все наши умозаключения и построения. То есть, что мы можем сделать, какие эксперименты мы можем поставить для того, чтобы проверить, верны наши идеи или нет, наше заключение. Мы вспомним об идее Бора, о том, что ядро распадается вне зависимости от того, как оно было образовано, составное ядро. Но, кроме того, мы еще посмотрим на вероятность образования составного ядра в различных ядерных реакциях. То есть, мы будем рассматривать зависимости Сигма от Е для самых разных ядерных реакций, в которых образуется одно и то же составное ядро. Вот здесь можно видеть взаимодействие, примеры ядерных реакций, где взаимодействует, скажем, альфа-частица с ядром Бора, 11-м, кажется, изотопом. И, скажем, нейтрон взаимодействует с 14-м изотопом азота. При этом можно догадаться, что в такой реакции с неподвижной мишенью часть энергии на летающей частицы будет тратиться на энергию отдачи гидра мишени. При этом эта энергия отдачи будет заметно различаться, поскольку налетающие частицы имеют различную массу. Масса альфа-частицы примерно в 4 раза больше, чем масса нейтрона. И ядро мишени также будет отличаться по массе на заметную величину. В итоге спектр возбуждений составного ядра, который мы наблюдаем по энергии налетающей частицы, также будет различаться. И мы можем учесть потерю энергии на энергию отдачи и восстановить как бы истинный спектр одночастичных возбуждений для составного ядра. Формулы, которые учитывают энергию отдачи и позволяют по энергии налетающей частицы восстанавливать положение уровня, получаются просто из закона сохранения энергии и закона сохранения импульса. И они приведены внизу слайда. И теперь, если в трех перечисленных реакциях с различными ядрами-мишенями, с различными бомбардирующими частицами мы восстановим схему одночастичных возбуждений, то обнаружим, что она совпадает с точностью не хуже, чем полпроцента. Это яркое подтверждение гипотезы существования составного ядра. То есть составное ядро, промежуточное ядро действительно образуется, хотя и живет очень маленькое время. И это ядро имеет дискретный спектр возбуждений. Аналога этого эффекта в атомной физике нет, поскольку в атомной физике мы не имеем дела с резкими изменениями формы потенциала, в котором движутся частицы. То есть в атомной физике возникает кулоновский воронкообразный потенциал с сравнительно гладкой границей. И этот эффект, он не упоминается в атомной физике вообще. На этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч.